рабочий день был в разгаре а я в ударе одной рукой крепко сжимал тонкую талию рюмки другой почти так же крепко талию своей помощницы почти такую же тонкую намерения у меня были самые серьезные здравствуйте сегодня мы читаем книгу самарца владислава князева первое издание которой увидела свет около 15 лет назад на дворе у нас сегодня полный балаган а называется он русская комедия быть хочешь постоянно пьяным пей в будни также как по праздникам будь безнадежным графоманом будь беззастенчивым развратником все судьбоносные исторические события о которых мы вам сегодня расскажем имели место в городе колдебан что на великой реке волги в отрогах седых жигулей а главных их свидетелей и участников звали геракл зевсович и лука самарыч между прочим все колдебанские былины и легенды утверждали что эти непримиримые соперники а вместе с тем закадычные дружки часто беседовали на философские темы искали так сказать философский камень как не похожи наши эпохи обычно важно начинал геракл зевсович разделяют нас всего какие-то три-четыре тысячи лет а уже ничего не узнать и не понять что конкретно вам непонятно подхватывал лука самарыч спрашивайте разъясню вам глубоко широко а главное с поворотом ну почему скажем у тебя такой огромный живот подбрасывал геракл зевсович камешек в огород колдебанца потому что герой нового времени служит истине пояснял ему лука самарыч а истину надо чувствовать нутром вот поэтому и живот мой таких размеров у геракла же совсем не было живота поэтому получалось что камешек был отфутболен и прямым попаданием угождал в него но он приободрялся и задавал следующий вопрос но какое скажем теперь у вас время время у нас особая колдебанская точнее время по колдебанске произносил самарыч горделиво поглаживая свой живот это время между вторым и третьим стаканом именно тогда наступает момент истины здесь очень все вертится вокруг проблем третьего стакана то есть они каждый раз в этой рюмочной пьют первые два стакана за свои кровно заработанные а третий стакан они попытаются пытаются вымогать каждый раз у этого бармена несчастного бесплатно ну и тут конечно тоже что называется не верю потому что насколько я знаю да даже с позиции я понимаю что тут нереализм и так далее но насколько мы знаем барменов бармен народ ушлый обмануть их сложно в кредит выпросить невозможно а тут собственно бармен не знаю сколько уже времени отпускает им каждый раз третий стакан в кредит и в общем-то конфликт романа начинается только с того момент когда он в кои-то веки там этим пьяницам всем отказывает в кредите и тогда него значит перевозбуждаются и начинает искать выход в виде такого национального местного самарского колдебанского героя стояла чудесная майская погода злые колдебанские собаки еще продолжали свои весенние любовные игры и почти не кусали своего друга человека а злые колдебанские комары еще только собирали свои несметные полчища чтобы искусать своего недруга того же человека что же касается абсолютно свирепых колдебанских мух то у них еще только прорезались колыки и они их точили чтобы осенью наверняка искусать тех кто уцелеет после собак и комаров в одну из майских суббот истинные колдебанцы собрались в утесе накануне жаркого летнего сезона их томила жажда разумеется непростая как в элладе или в москве а истинная жажда истины не кажется ли вам друзья молвил один из них когда часы начали отсчет истинного времени то есть после второго стакана что на весенний разлив волги мы обязаны откликнуться таким же широким разливом мысли это как пить дать подхватил другой а дать пить еще лучше откликнул встретить не пить так уж не жить дружно вскричали колдебанцы и вышедшие на берег волги повязали себе на шею по увесистому кирпичу а потом дружно с левой ноги как на демонстрацию пошли в сторону волги разве что транспаранты не несли и здравицы в честь руководства не кричали и вот тут то и произошло диво как только шеренга колдебанцев оказалась у кромки реки волга тут же отступила на шаг назад это что такое раз-два левой и на те же два шага отодвинулась волга так колдебанцы дошли до середины реки но все равно не сумели догнать убегающую от них волгу русскому подростку и там русскому дам дарни подростку и уже да я думаю русскому товарищу там 20-30 лет это не будет не очень понятно потому что здесь опора конечно на источники мифологии у нас которые раньше все знали советские дети наизусть благодаря там мифам и легендам древней греции куна да мы эту книжку читали с детства а все прекрасно геракл что не были за подвиги мультики советские были очень неплохо просвещали в этом плане да сейчас вот даже эта фигура геракла на которую автор очевидно опирается в какой-то до мере он опирается на другие литературные источники коих достаточно много они все не очень понятно то есть эти референсы молодежи считываться не будут то есть в общем то тут уже русский человек не поймет что к чему даже возможный иностранец который знает античную мифологию больше поймет в этом романе чем современный самарский читатель мне кажется процентов 90 наверное от этой публики да удивительные легенды и были героической лукиниады но были все равно хлеще стоял прекрасный воскресный августский день небо было таким синим как будто бы это у него они у нас было воскресенье а солнце на небе таким ясным как будто бы это она они мы направлялись в утес только свирепые колдебанские мухи были так злые словно бы это им они нам завтра надо было идти на работу но на мух колдебанцы после второго стакана внимания не обращали и сколько бы они не летали точно натовские реактивные истребители колдебанцы их просто не замечали коллектив удальцов пребывал в самом радужном настроении соратники по исторической победе воскликнул флагманский столик не кажется ли вам что завершение лукиниады нужно отметить самым героическим способом как пидать хотел поддержать его зал но вот тут то и произошло неожиданное да вот здесь то и раздались звуки скрипки смысле скрипела не смазанная дверь меломанка смазать ее помешала наша вечная занятость звуки были такими ни на что не похожими что все только пожали плечами не понял этих звуков даже волжский бах подошедший к флагманскому столику со свистком и что же все это означает сказал флагманский столик и сам же ответил а это означает что во имя достижения особой колдебанской истины мы с вами должны отказаться от всех утех и удовольствий и принести жертву на алтарь победы даешь жертву ну я думаю что конечно тут с русской идеей мне кажется автор такой есть опыт шестидесятничества очевидный а поэтому он достаточно иронически высказывается и в общем то получается каждый раз что ребята эти жертвовать ничем не хотят то есть у них только в воображениях появляются картины того как они чем-то будут жертвовать на самом деле никуда не идти топиться они не хотят все им лень да и в общем то основная идея у них эта идея третьего стакана буквально через минуту я был уже на берегу в тени дерев и откупоривал бутылочку волжской особой за тебя волга матушка поклонился я галантно самой знатной русской даме ульк отозвалось мне эхо седых жигулей только не буль вулькой еще через пару мгновений я почувствовал что волжская особая пошла прямиком сразу в голову и от этого моя мысль потекла глубоко и широко а еще важнее что с неожиданным поворотом прежде всего что такое колдебан а это есть вся наша родная российская держава и истинные колдебанцы это не только те кто дышат самой черной сажей в жигулях а все россияне что же касается луки самарча то он и есть самая главная российская достопримечательность после второго стакана моя мысль потекла еще шире и глубже что такое особая колдебанская истина ты же образ нашей национальной идеи который заключается в том чтобы непременно спасти мир от кого его надо спасать ну это ненужные подробности для всяких гомеров юго спасти и весь разговор принести себя как жертву на алтарь идеи вот такая вот быль как пить дать я уже повернулся было задом к волге матушки но тут меня вдруг кольнула мысль что самый-то главный момент истины наступает между вторым и третьим стаканом вместо закуски вопрос для большой науки что за сила такая в нашем простом русском кукише особенно когда подносишь его под нос самому себе будь если хочешь морфинистом будь неврастеником догматиком но если сделался марксистом не будь пожалуйста догматиком с вами был михаил перепелкин